Раль-даль «Я еду в деревню за покупками», — сказала мама в субботу утром, — «а ты будь хорошим мальчиком и не вздумай что-нибудь отмочить». Вообще-то говорить таким мальчиком не очень разумно. Джордж немедленно задумался о том, что будет такое ему отмочить. «И не забудь ровно в одиннадцать дать бабушке лекарства», — сказала мама. Потом она вышла и закрыла за собой дверь. Бабушка, дремавшая в кресле у окна, приоткрыла злобный глазок. «Слыхал, Джордж, что сказала мама? Смотри, не забудь дать мне лекарства!» «Не забуду, бабушка», — ответил Джордж. «И уж постарайся хоть раз в жизни вести себя прилично, пока ее нет дома». «Постарайся, бабушка», — ответил Джордж. «Джорджу жилось скучно, хоть вой. Играть ему было не с кем, братьев и сестер у него не было. Друзей тоже не было, потому что их ферма, папа его был фермером, располагалась вдали от всего на свете. Джорджу опротивило целыми днями глазеть на свиней и кур, и коров, и овец. Но больше всего ему опротивило жить под одной крышей с бабушкой, этой старой селедкой. А сейчас еще и возись тут с ней в одиночку. Но лучший способ провести субботнее утро — «Для начала можешь заварить мне чаю», — сказала бабушка. «Хоть какое-то занятие, несколько минут без баловства, и то хлеб». «Хорошо, бабушка», — сказал Джордж. Джордж терпеть не мог бабушку. Да и за что ее было любить? «Только о себе и думает злыдня старая. У нее были бледно-коричневые зубы и крошечный ротик, сжатый в кружочек, как собачий зад». «Сколько тебе сегодня положить сахару, бабушка?» — спросил Джордж. «Одну ложку», — сказала она. «И без молока». В большинстве своем бабушки — милые, ласковые, заботливые старушки. Но только не это. Это каждый божий день. С утра до вечера сидела в своем кресле у окна и без конца ворчала, бурчала, брюзжала, бухтела и бронилась. Ни единого разу, даже в самом хорошем настроении, она не улыбнулась Джорджу. Не спросила, ну как дела? Или, а не сыграть ли нам с тобой в змей и лестнице? Или, что сегодня у тебя было в школе? Она, похоже, вообще никем не интересовалась, кроме собственной персоны. Несчастная старая грибза. Джордж пошел в кухню и сделал бабушке чай из пакетика с одной ложечкой сахара и без молока. Он тщательно размешал сахар и понес чашку в гостиную. Бабушка сделала глоток. «Несладко!» — сказала она. «Еще сахару!» Джордж отнес чашку обратно в кухню и добавил еще ложечку сахара. Снова перемешал и аккуратно понес бабушке. «А блюдце где?» — спросила она. «Без блюдца петь не буду». Джордж принес ей блюдце и ложечку. «Будь ж так любезен!» «Я размешал тебе сахар, бабушка!» «Хорошо размешал!» «Я уж как-нибудь сама размешаю!» «Спасибо!» — ответила она. «Принеси ложечку!» Джордж принес ей ложку. Когда мама и папа были дома, бабушка с ним так не обращалась. Она начинала им помыкать, только когда он оставался в ее полном распоряжении. «Знаешь, в чем твоя беда?» — спросила она, уставившись на Джорджа поверх чашки и гадко поблескивая глазками. «Ты слишком быстро растешь!» «Когда мальчик слишком быстро растет, он вырастает лодырем и тупицей!» «Но бабушка, я же сам по себе расту, я ничего не могу с этим поделать!» «Очень даже можешь!» — возразила она. «Расти — это просто дурная детская привычка!» «Но человек должен расти!» «Бабушка, если не расти, никогда не станешь взрослым!» «Сказала она!» «Посмотри на меня, я расту! Расту или нет, скажи!» «Вот то-то же!» «Но ведь когда-то ты росла, бабушка, разве что самую малость!» — ответила старушка. «Я бросила это дело еще в младенчестве, вместо с прочими дурными детскими привычками, такими как лень, непослушание и жадность, и неряшливость, и расхлябанность, и глупость!» «А ты, несколько мне известно, ни от одной из этих привычек так и не отказался!» «Но я еще маленький, бабушка!» «Я уже восемь!» — припечатала она. «В твоем возрасте можно быть и поумнее!» «Если не прекратишь расти в самое ближайшее время, будет слишком поздно!» «Слишком поздно для чего, бабушка?» «Это же стыд и срам!» — гнула она свое. «Смотри, ты уже ростом с меня!» Джордж вгляделся в бабушку. Она, что ни говори, была в своем крошечном. Ножки у нее были такие коротенькие, что приходилось приставлять к креслу скамеечку, а голова доставала всего лишь до середины спинки кресла. Папа говорит, мужчина должен быть высоким, — сказал Джордж. «А ты не слушай своего, папочку!» — сказала бабушка. «Ты меня слушай!» «Но как же мне перестать расти?» — спросил Джордж. «Ешь и меньше шоколада!» — ответила бабушка. «А что, от шоколада растут?» «Да! Причем не туда!» Она скривилась вверх, а не вниз. Бабушка отхлебнула еще чаю, сверляв взглядом стоящего перед ней мальчика. «Никогда не расти вверх!» — сказала она. «Только вниз!» «Хорошо, бабушка! И прекрати есть шоколад! Ешь капусту!» «Капусту? Ну нет! Капусту я не люблю!» — сказал Джордж. «Вопрос не в том, что ты любишь или не любишь!» — отрезала она. «Вопрос в том, что тебе полезно!» «Отныне ты будешь есть капусту три раза в день! Целые горы капусты!» «А если в ней будут попадаться гусеницы, тем лучше!» «Фу!» — сказал Джордж. «Гусеницы улучшают работу мозга!» — сказала бабушка. «А мама смывает их в раковину!» — сказал Джордж. «Твоя мамочка такая же безмозглая, как и ты!» — сказала бабушка. «Чтобы у капусты был хоть какой-то вкус, в ней непременно должны быть вареные гусеницы!» «Хотя бы парочка! И желательно еще слезняки!» «Только не слезняки!» — воскликнул Джордж. «Я не стану есть слезняков!» «Когда я вижу на листике салата живого слезняка!» — сказала бабушка. «Я его сразу хвать и в рот, пока не уполз!» «Объедение!» «Она сжала губы с такой силой, что рот ее превратился в махонькую сморщенную дырочку!» «Объедение!» — повторила она. «Червяки, слезняки, всякие букашки-таракашки!» «Ты просто ничего не понимаешь в здоровой пище!» «Ты ведь шутишь, бабушка, правда?» «Я никогда не шучу!» «Жуки, кстати, вкуснее всего!» «Они хрустят!» «Бабушка, перестань! Какая гадость!» Старая корга ухмыльнулась, оскалив бледно-коричневые зубы. «Иногда, если повезет, жуки заползают прямо в стебли сельдерея!» «Вот это я обожаю!» «Бабушка, как ты можешь?» «В стеблях сельдерея часто попадается всякая вкусенятина!» Продолжала она. «Например, уховертки!» «Бабушка, хватит! Я не хочу!» Замолился Джордж. «Ничего нет вкуснее крупной жирной уховертки!» Сказала бабушка и облизнулась. «Но уж если положил ее в рот, милый мой, то не зевай!» «У нее сзади острые клещи!» «И если она вцепится тебе в язык, ни за что не выпустит!» «Так что уховертку надо быстро кусать и хрум-хрум!» «Не то она цапнет тебя первой!» Джордж начал тихонько пятиться в двери. «Подальше как можно от этой старой гадины!» «Значит, хочешь сбежать от меня?» Она наставила палец ему в лицо. «Сбежать от своей бабули!» Джордж замер у двери. Уставившись на старую ведьму, она в ответ тоже не сводила с него глаз. «А что, если она и вправду ведьма?» подумал Джордж. Он всегда считал, что ведьмы бывают только в сказках, но теперь засомневался. «Подойди ко мне ближе, дитя мое!» Она поманила его скрюченным пальцем. «Подойди, и я открою тебе секреты!» Джордж не шелохнулся. «Бабушка тоже не шевелилась!» «Я знаю много секретов!» «Ох, как много!» сказала она и вдруг улыбнулась. «Так могла бы улыбнуться змея перед тем, как наброситься и укусить!» «Подойди к своей бабуле, и она нашепчет их тебе на ушко!» Джордж отступил назад, еще ближе к двери. «Не нужно бояться добренькой старенькой бабушки!» сказала она, все с той же ледяной улыбочкой. Джордж сделал еще один шаг назад. «Кое-кто из нас!» сказала она и вдруг резко подалась вперед в своем кресле и прошептал хриплым голосом, какого Джорджа никогда еще от нее не слышал. «Кое-кто из нас обладает волшебной силой, способной превращать земных тварей в дивных существ!» у Джорджа по спине побежал разряд тока. «Кое-кто из нас!» продолжала старуха на языке пламя, в животе искры, а на кончиках пальцев волшебство. «Кое-кому из нас известны такие тайны, от каких у тебя волосы встанут дыбом, а глаза полезут на лоб!» Джордж хотел убежать, но ноги словно приросли к полу. «Нам ничего не стоит сделать так, чтобы у тебя выпали все ногти, а на их месте выросли зубы!» Джордж задрожала! Страшнее всего было ее лицо, эта ледяная улыбочка, эти блестящие, не мигающие глазки! «Нам ничего не стоит сделать так, что в одно прекрасное утро, когда ты встанешь с кровати, за тобой будет волочиться длинный хвост!» «Бабушка!» – закричал он. «Не надо!» «Нам кое-что известно, мой милый, о темных местечках, где темные ползучие твари извиваются и скользят друг по другу!» Джордж рванулся в дверной проем, «И куда бы ты ни убежал, донеслось до него, тебе все равно не скрыться!» Джордж влетел в кухню и захлопнул за собой дверь. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова